Приветствую вас, Аноним. Давайте разберем вопрос, который вы задаете. Для начала хочется сказать о том, что в целом ваш вопрос, как себя вести, ну, наверное, является не совсем здесь корректным. Потому что как вам себя вести, вы, я уверен, знаете сами. Поэтому вам для этого нужен наш совет. Я сильно просто сомневаюсь, да, что вы будете нашего совета, значит, слушать. Да, как себя вести. Но оно было бы странно, если бы было по-другому, потому что все-таки вы, ну, человек уже взрослый. Думаю, вопрос здесь не в том, как себя вести, а вопрос включается в том, в чем конкретно ваша проблема. Что конкретно вас в этой ситуации задевает и какую конкретно свою проблему вы хотите решить. Потому что, например, мужчина, да, он движим своей какой-то логикой, да, мужчина, он движим своими целями. И, в общем-то, изменить его, и тем более пытаться его понять. Но дело, мягко говоря, неблагодарное. Хотя, конечно, я и скажу об этом тоже пару слов. Ну, пока вот так. То есть, в том, что касается того, как себя вести, человек, вот, я думаю, имеет смысл вам в большей степени опираться, наверное, все же на себя. Да, то есть, именно, вот, опираться на то, что вы хотите, опираться на то, что вам нужно, опираться на то, что вы чувствуете вести себя соответствующим образом. Единственное, что может быть, единственное, что, ну, вот, скажем так, корректно выражать свои чувства, чтобы не, ну, не дадить человека, да, как-то вот не обидеть его понабрасну и так далее. Опять же, вам это просто не нужно. Не потому, что вы о нем думаете, а вам это просто не нужно. Итак, у меня есть напарник, ему 33 года, женат, живут с женой и ребенком в одной квартире с его мамой и бабушкой. Перейшел в наше подразделение по причине конфликтов с заместителем начальника. Ну, смотрите, здесь вы сразу высказываете какую-то информацию, да, про своего напарника. Причем информация довольно личная о том, что он женат, у него ребенок живет в одной квартире с мамой и бабушкой, да, то есть как бы это, это достаточно личная информация, вот, откуда она вам стала известна, почему она вам стала известна, какое она для вас имеет значение. Это вопрос отдельного плана, плана, вот, но то, что вы говорите, что он пересел в наше дело из-за конфликтов с заместителем начальника, ну, как бы это тоже достаточно личная информация, как мне кажется. И, как бы, ну, не совсем понятно, о чем нам эта информация может говорить, да, вот, какое она значение для вас имеет, то есть имеет ли значение для вас возраст, имеет ли значение для вас то, что он женат или что живет там в одной квартире там с мамой, бабушкой, своей женой и ребенком, вот, имеет ли для вас значение, что он там из-за конфликта пересел, пересел в ваш отдел. Если вы интересуетесь тем, ну, вот, просто это вводные данные, да, такие, вот, что вот так, то я бы сказал, первое, что мужчина боится ответственности, то есть он, вот, у него есть проблемы соответственности, вот, у него есть проблемы с удовлетворенностью, потому что, я думаю, что в своем текущем положении он себя, мужчина не чувствует, он себя, мужчина не ощущает при таком раскладе, вот, наоборот, он чувствует себя, ну, в большей степени женщиной, то есть это вот мужчина, который, к сожалению, по своему поведению больше похож на женщину, потому что, мужской фигуры, отрезки фигуры, ну, как таковой, не было или была, но, эээ, крайне, эээ, мало и слабо проявлял, вот. То есть это мужчина, это мужчина, вот, такой, у которого женское начало, к сожалению, вот, превалирует над мышцами. Вот, отсюда конфликты, отсюда вот такое соперничество и так далее. Далее. Вы пишите. Мне. 33 года. Незаменим живу одна в своей квартире. Пришла в это подразделение незадолго до него по причине того, что захотелось попробовать себя в новой сфере, так как на втором месте было все изучено и стало неинтересно работать. А на нем, ээ, есть у меня ощущение, что вы, эээ … вы написали информацию о себе, сказали про квартиру, сказали про то, что, ну, про то, как перешли в этот отдел, где вы работаете сейчас, то есть, есть ощущение у меня, что пытаетесь вы над ним возвыситься. Вот, я вам так скажу, что 33 года вы живете одна, без мужчины. С точки зрения психологии, это определенная проблема. Нет, проблема не в том, что вы одна, проблема не в том, что вы одна, проблема в том, что у вас могут быть сложности с выстраиванием отношений с мужчинами. Вот. Ну, могут быть трудности с личной свободой, вот, можете чувствовать некую тревожность по поводу, вот, что вам угрожают, что на вас посягают, вот, и так далее. То есть, это вот то, на что нужно обратить внимание. Ваш. Вам. Да? Далее. Работаем вместе почти год. Примерно с осени прошлого года у нас периодически происходят такие диалоги. Он. У тебя есть три дня к отпуску? Нет. У меня есть чистое превосходство. Тебе сколько баллов поставили на аттестации? 63. Мне 65. У меня больше целей. Вы. Вы. Нравитесь машине. Вне всякого сомнения. Вы мужчине нравитесь. Вы. Вызываете у него симпатию. Вот. Потому что он. Интуитивно чувствует, что. Вы можете дать ему. То, чего он хочет. А именно. А именно. Может быть. Как раз таки. Какую-то. Какую-то. Такую. Эээ. Ну. Может быть. Сказать здесь будет. Уместная. Защищенность. Да. Какую-то такую вот. Эээ. Эээ. Ведомо-ведомо. То, что мужчине нужно. Это вот. Очевидно. Быть ведомым. Вот. Эээ. Ну. Он. Боится этого. И. В вас. Он чувствует. То, что вы можете ему дать. Вот. Это может быть. Какая-то сила. Это может быть. Ээ. Возможность. Доказать. Себе что-то. Это может быть. Эээ. Значит. Эээ. Лучшее чувствование. Себя. Мужчиной. И так далее. Это может быть просто. То, что. Вы ему просто. Можете быть. Симпатично. Вот. Завнужден. Конечно. И другой вариант. Что. Человек. С. Эээ. Достаточно. Низкой. Неустойчивой. Эээ. Самооценкой. Эээ. Видит. Ну. Видит. Вас. Эээ. Конкурента. Видит. Вас. Эээ. Способ. Доказать. Эээ. Самому себе. Что он чего-то стоит. Особенно. Если вы. Похожи. Эээ. На. Кого-то. Из его родственников. На маму. Или на бабушку. Потому что. Женская фигура. Здесь имеет. Достаточно важное значение. Вот. И. Как результат. Борьба. С этой самой. Женской. Фигурой. То есть. Если. Эээ. С бабушкой. И. Мамой. Мужчина. Бороться не может. Эээ. Что. Жене. Он. Соответственно. Что-то. Должен. Вот. Что. С вами. Как раз таки. Борьба. С вами. Как раз таки. Борьба. Вот. И. Собственно. Говоря. Вот. То. Что. Происходит. К сожалению. Дальше. Сначала. У меня было недоумение. Я задавал вас вопросом. Какой сервер. Вообще. Мне это сообщат. Ну. В принципе. Я вас. Понимаю. Конечно. То есть. Я. А. Ну. Понимаю. Почему. А. Выдавались таким вопросом. Ну. Идея. Наверное. Заключается в том. Что. Чтобы спросить. У него. То есть. Чтобы. Вот. Именно. У него. Самого. Ага. Спросить. Что. Собственного. Он имеет ввиду. Да. И. Для чего. Он вам. Вот. Рассказывает. Вот. Эти. Эээ. Вещи. Которые. Эээ. Пытается. Обратить. Эээ. Себе. На пользу. То есть. Случай. Что он сделал. Это. Спросить у него. Сдаваться вопросом. Наобрат. Спросить у него. А. Дальше. Эээ. Сейчас. Подобные диалоги вызывают раздражение. Я бы даже сказал. Что откровенно. Би. Би. Ну. Эээ. Здесь. Аноним. Я. Думаю. Имеет смысл. Все-таки. Разобраться. Вам. Эээ. С вами. Вам. Что. То есть. Почему. Вызывает. Раздражение. Раздражение. Это защита. Вот. Защита. Соответственно. Угрозы. Вот. Соответственно. Вы видите. Для себя. В этом. Какую-то угрозу. Вот. Эээ. Ну. Вопрос. Заключается. Только. В том. Эээ. Что это за угроза. Почему. Эээ. Видите. Эээ. Самую угрозу. Вот. В подобных диалогах. Вот. И. Необходимо. Взять. Все же. Лич. Личную. Ответственность. За. То. Что. Вы. Сами. Чувствуете. А. Не. Прикладывать. Ответственность. На. Мужчину. Мужчину. Да. Мужчина. К сожалению. Скорее всего. Очень. Инфантилен. Или. По крайней мере. Достаточно. Серьезный. Инфантилен. Вот. Ну. А это не отменяет. Например. Того. Факта. Что. Вы. Эээ. В данном случае. Перекладываете. Ответ. Ответственность. Него. За. Как раз. Эээ. Ну. Определенное. Своё. Состояние. Да. За. Определенные. Свои. Эээ. Переживания. Далее. Вот. И. Это. В общем-то. Очень. Важный. Момент. Понимаете. Еще раз. Если. Вас. Бесит. Это. Ваша. Проблема. Не в том. Не в том. Смыслу. Что. Это. Ваша. Проблема. Как. Что. Что. Хотите. С ней. То. И. Делайте. Нет. Это. Ваша. Проблема. В плане того. Что. Мужина. К этому. Не причастен. Вот. Вот. Он. Лишь. Только. Выступает. Ну. Таким. Своего рода. Катализатором. Вот. В данной. Ситуации. Но. Более того. А. Вы. 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 Кратки. Вас. Это. Задевает. И. Вызывает. Как. Какие то реакции. Ну. Ух. Далеко не. Самые приятные. Приятные. Вот. Ну. Совершенно очевидно. Да. Например. Что. Вам не все равно. Вам не все равно. И. Вас это бесит. Вот. Почему Вас это бесит. Ну. Большой. Большой вопрос. Вот. Сейчас. С этим нужно разбираться. Одно дело. Если это мешает. Работному процессу. Вы можете. Совершенно. Спокойно. Обратиться. К. Начальнику. Вот. С другой стороны. Если это. Процессу не мешает. Ну. Просто. Вам не. Не надо. Не надо. Раз. Сейчас. У меня. Важны. Некогда. Проблемы. С связками. Мне нельзя. Много. Говорить. Так как. По работе. Приходится. Много. Общаться. По телефону. Я сказал. Начальнику. Что. По состоянию. Здоровья. Мне больше. Работа. Связанная. Сообщение. Не подходит. Она. Сказала. Хорошо. Будешь. Смотреть. Агрессия. Здесь. Это защита. Защита. В ответ на. Угрозу. А. И. Что-то. У. Человека. Вызвало. Угрозу. Что-то. Угрозу. А. Что-то. Он. Что-то. Он. Интерпретировал. Как. Угрозу. Угрозу. Вопрос. Заключается. А. В том лишь. Только. Что. Что. Он видит. А. В качестве. угрозы. В чем-то. страха. Появляется. Появляется. Что. Человек. может вам. Там. Навредить. Условно. Как вы говорили. Вот. Или что-то еще. То есть. Независимо от того. Что. Нужно это что-то. Выяснить. Выяснить. И отдельно уже. Прорабатывать. Потому что. Сейчас вам это мешает. К сожалению. Очень. А. Ну. Очень сильно мешает вам. Жить это. То что. Вот вы не можете. А. Не реагировать. Подобные вещи. Дальше. Я не понимаю. Что это за правления. Такие всего странные. Конкуренция. Да. Возможно. Хвастовство. Ну. Это. Следствие. Хвастовство. Не является таким самостоятельным мотивом. Да. Хвастовство. Оно всегда следствует чего-то. Заниженная самооценка у мужчины. А. Да. Безусловно. Безусловно. Заниженная самооценка. Потому что. Ну извините. Человек живет. В них я на худших условиях. И извините. Человек не может. Чувствовать себя. Хозяином. Человек не может. Чувствовать себя. Мужчиной. И соответственно. Да. Самооценка занижена. Безусловно. Вот. Это. Ну. Вот. Сто процентов. Заниженная самооценка. Опять же. Вопрос. Здесь. Ну. Не в самооценке. И не в его проблеме. Да. Вопрос. Вопрос. Здесь. Скорее. Скорее. Вау. Откуда такая реакция. С чем связана. Такая реакция. Ваша. Понимаете? Ну вот. Это. Это. Принципиально. Они. Вот. Они. Они. Головные. Что с ним. Дальше. Разве не приходилось работать в смешанных коллективах. Только у женских первый раз. Я сталкивалась с такой ситуацией. Как себя вести? Ну. В принципе. По. Поведению. Я вам. А. Сказал. Как. Как себя вести? То есть. А. Ей. Максимально естественно. Вести себя... Нужно максимально соответственно, но только, насколько вы можете выражать свои чувства. В основном, разговаривать с мужчиной, принимать во внимание его особенности, которые стали вам известны. Ну, благодаря вот этой ситуации. То есть, в принципе, в принципе, так вам вести себя и нужно. Но, по большому счёту, у вас и выбора нет особого. То есть, по-другому здесь не сделать ничего. На этом всё. Я надеюсь, что помог вам. Желаю всего самого доброго. Удачи! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok